В фронтах, которые, с точки зрения географии, оказались уже половыми, в 24-м Украинского фронта генерала Ерёменко завязали ожесточённые бои в предместьях Чехословатского города Маравска-Острала. Эта операция, начавшаяся ещё в марте 1945-го, оказалась самой сложной. Противник здесь оборонялся и ожесточённо, и уверенно. Поэтому вспомогательная её, конечно, как и осаду, оказавшегося в тулу советских войск Брест-Славу, и в польский город Рослов назвать никак нельзя. Кроме того, на территории Австрии войска 2-го украинского фронта маршала Камбуртина продолжали наступления с севернее Вены. Занят в тот день боями три города — Райенталь, Кацелесов и Штратенберг. Таким был 1400-й день Великой Отечественной войны. Уроки истории с Андреем Светенко. Каждый день победного 40-ля нового. Реклама. Прогрессивным поклонникам Хайдефа на Вакси представляем горячую пересенсацию. Призовуты негалю и экологические. Готовы и дальше выбором, и с тем летом похвалы, и с теми хорошей. Завтра у вас всего русской души. Стань участником Олимпиады, магия магистратуры. Соедини науку и практику. Поступим в магистратуру финансового университета. Финансовый университет. Это ваш шаг в успешное гуще. Олимпиады проходят при поддержке АО «МСБ Банк». Подробная информация на сайте www.fa.ru в разделе «Олимпиады». Телефон рекламной службы в Москве. 8495-783-7010. В Москве половина четвертого. Новости. Студия Алексея Анисакаров. Здравствуйте. Отказываться от программы материнского капитала нельзя. Об этом глава правительства Дмитрий Медведев заявил сегодня в Госдуме после представления отчета о работе кабинета министров за год. Также глава правительства заявил, что готов обсудить возможность более позднего выхода на пенсию для депутатов и госслужащих. Однако при распространении изменений для всех россиян, по мнению премьеры, необходимо максимальный аккурат и спокойное обсуждение. В очередь вице-премьеру, в делу одет, ответил вопрос о накопительной части пенсионной системы будет ослуждаться завтра с решением премьер-министра. В терапевтик украинских каникул напомнил глава Роскрута Всеволод Буковов, в этом году мы будем отлетать уже сложности неделю в начале месяца россиян в 2-3-3-4-го, в праздничные дни Победы наши сограждане не пойдут на работу 9-го, 10-го и 11-го мая. В районе сообщалось, что на автобусе парки откроют летний сезон в 2-го мая. Три трамваи столкнулись в Кольском городе под знание, около 3-ти человек подпродали, трамваи наехали друг на друга после того, как перед ними для такой устроили два легковых автомобиля, одна из машин въехала на рельсы. Пространительные органы выясняют все обстоятельства аварии, а также почему водители трамваев не смогли вовремя затормозить. И о погоде в Петербурге в среду будет облачено с прояснениями, местами отсадки, ночью температура воздуха составит 2-4, тепло днем плюс 8-10. В Москве завтра зимонтики пообещали облачную погоду, местами пройдет дождь, в ночью 1-3 мороза, днем плюс 6-8, 2-90, в российской полице около 7 тепла. 200, в Москве 97,6, в Санкт-Петербурге 89,3. Внимание руководителей и специалистов поддержки радио российская академия радио приглашает участие в ежегодной конференции будущее регионального радио антифризисная стратегия и практика технологии, юридические и кадровые ответы в работе современной логальной радио станции, регистрация и дополнительная информация на сайте российской академии радио будущее регионального радио с 10 по 11 июня Адрикул, Игорь, Сочи, Центр. Адрикул, 14 минуты, выслушайте вести на муку сожжение. Сотрудники средственного комитета проводят проверку поддела отравнирования господицы, девочки, которая сломала с 2 ночи, припоклубтиру в открытии закрытого салонного УВС. Чего произошло несколько дней назад, отравление останется только сейчас. Подробности нашего предстоятельства отруби в лимонад в лимонаде со сведей. Мелец, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы выдели, что девочка была отравнирована? Сотрудники отруби с моментом выхода в лимонаде Продолжение следует...